итак всем доброе утро до сегодня понедельник всем отличного настроения и конечно же всем море 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 позитива и так давайте по порядку с чего мы начнем до 1 до там прочитал пару комментариев по поводу участков еще раз повторюсь если у вас запрос за полтора миллиона рублей 10 соток до таких цен не бывает таких цен не бывает мы вчера я нашел все участок не стал снимать на раздольный там 17 соток цена четыре с половиной миллиона рублей четыре с половиной за 17 соток то есть нормальная цена но там проходит у нас высоковольтные провода и получается там пятно за застройки 20 на 20 получается на 4 сотках вот из этого строить нельзя и он опять же под уклоном дорогу то не самое хорошее в общем ну блин не бывает такого чтобы участок например 10 соток и цена была у него за этом и цена там у него была полтора миллиона рублей даже в городе орск никаких цен нету поэтому если полтора миллиона рублей это садоводческая земля где-нибудь в горах вот как я показываю видео это где-нибудь там в догомыси где-нибудь еще подальше там где-нибудь не знаю там в поселке голицына вот там можно можно взять вот такой будет угол поэтому если вдруг есть желание купить участок да и тем более как там запрос там чтобы построить там тонхаус или еще что-нибудь то держите ориентир буквально ну да миллион за сотку если 10 соток это 10 миллионов но никак не меньше поэтому но показать я готов вам сделать экскурсию город я готов вам показать без проблем легкую и участки то показать еще раз повторюсь нас денис уже два месяца ищет я не внизу за три месяца ищет я себе два месяца ищу участок не он я ничего хорошего путного найти не можем дальше 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 кстати для второго канала снимаю у нас много чего интересного и вчера я побывал как вы думаете где да да все верно вы говорите я вчера побывал в бане на красополяне да в принципе в целом про красную поляну про бани я слышал что там есть какие-то такие бани да есть там что-то такое блин ну не знал за что платят люди и сколько стоит так получилось что вчера мне так скажем подарили сертификат на эту баню да сразу скажу баня стоит 15 тысяч рублей на троих за три часа и дополнительный депозит еще 25 тысяч нас вышло что побольше нас вышло в итоге получается баня на троих вчера за три часа обошлась без спиртного без там лишних места всяких кальянов без ничего обошлась 44 тысяч рублей если кто-то из вас желает посмотреть что такое баня за 44 тысячи рублей за три часа на троих то заходите ко мне на второй канал и на втором канале вы посмотрите все заснял все показалось рассказать объяснить даже постарался музыку наложить в общем как то так теперь дальше давайте коротко про горнолыжку тоже многих интересует смотрите на горнолыжке кататься можно в принципе все нормально народ есть все но единственное что ниже чем 800 метров не стоит отпускаться потому что там у нас уже появилась даже немножко земля и появилась у нас получается такой очень-очень такой мокрый рыхлый снег и я вчера прям на очень хорошей скорости вчера я ездил хотел снять рекорд хотел побить до конца спуститься до конца но если на пол горы еще рекорды подбивать можно то ниже уже никак не получится поэтому я вчера очень хорошо упал до максимальная скорость которых я развивал потому что было много народов это 78 километров в час это по приложению до которые есть для айфона сейчас там и показан склонностью в общем я скриншоты вам приложил и можете уже падение посмотреть другой видеоролик образно то готов я вам чуть 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 попозже дальше что еще если идти на красную поляну нужно знать что сейчас там очень яркое солнце там очень хорош погода поэтому нужно у нас взять и купить как минимум маску именно именно очень сильно затемненный потому что даже в моей маске которая есть универсальная в ней невозможно было кататься просто слезы просто ну слепила то чем страшно супер мега страшно поэтому даже сейчас солнышко да он очень сильно нас светит вы даже представить не можете очень очень тяжело даже через очки пробивает поэтому имейте ввиду по поводу народа народу меньше не стал народу все больше 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 потому что кататься как комфортно ветра вчера не было ничего не было просто взял и и путешествует в общем супер в общем классно и конечно же я думаю что у вас тоже там все получится теперь давайте посмотрим с вами дальше да что у нас еще интересного да многие за задают вопросы там по жилому комплексу шоколад почему я переобулся там еще да нет я ну как переобулся начал строится переобулся перестанет строиться буду опять не рекомендовать его я же за то чтобы у нас как можно больше было хороших объектов и действительно если объект строится то ну грех его не продать если не все хорошо если получили документы понимаете поэтому я часто могу менять свою точку зрения как в положительную сторону так и в отрицательную я могу сказать что как бы многие там я сейчас прочитал комментарии вот там коломейцев не продает раз два три из-за того что маленькая комиссия не того что маленькая комиссия из-за того что они не держат ни слова ничего настройку не пускают это раз это уже уже на одного это подозрение а второе ну перенесли сдачу первого дома на один год на один месяц не на два месяца на три месяца и даже на четыре месяца на один год перенесли сдачу дома а там где один год там и два года там и три года поэтому там сейчас очень много перепродаж очень много переуступок потому что ну не знаю там многие уже не особо сильно верит в проект поэтому мне без разницы я как бы благо есть что выбор выбор и могу продавать что мне нравится но просто вместо раз-два-три у него и место плохое ну реально там да понятно где там в промзоне находится еще и как вот еще вот многие подвели самое главное что вы все защищаете и каждый из вас меня даже дня не проходит чтобы человек 2 не позвонила и не начали допытываться про свои квартиры которые они купили в первом корпусе который не сдался что может сделать а это страховой случае не страховой случай все это у вас прописано в договоре все дописано в договоре и это не страховой случай все это не страховой случай поэтому забрать деньги не получится поэтому просто берем и ждем когда наконец-то дом сдастся которую вы взяли все на этом как бы все очень коротко и просто да дальше Мне там просит еще дополнительно проехать к застройщику, к Пруидзе И спросить, когда ждет ЖК Горка, ЖК Москва Потому что там хотят купить квартиру Да отлично, да я бы сам там себе купил квартиру Что в ЖК Горка, что в ЖК Москва Тем более там благо, очень хорошие цены Как вы думаете, что мне скажет застройщик? Вы думаете, застройщик мне скажет, блин, Макс, сдам завтра Или вы думаете, скажет, ну блин, наверное Там без разницы, что и как Как показывает практика, они стоят и стоят Поэтому я даже не хочу ехать все это узнавать Потому что получу от вас же, от вас же, от подписчиков Много негатива, понимаете? Потому что у нас тут, ну, сами понимаете Ну, как-то так вот происходит Стоят они, стоят, никому не мешают, никого не трогают Пусть стоят дальше Еще раз повторюсь, поэтому там и цена Не бывает у нас халявы в Сочи, не бывает, да? И многие тоже там, когда ведутся там на какие-то там квартиры, да? По смешным ценам Ну и потом превращается, да? Как ЖК, получается, у нас лето, да? Агентство лето же его и продает Ну, стоят они себе, долгостроенные стоят И все Ну, там цена была хорошая, да? 45 тысяч за квадрат Ну, все Потому что бесплатного ничего в жизни не бывает Халявы не бывает Если бы была халява, я сам себе бы что-нибудь купил бы В принципе, деньги есть, все есть Есть, откуда, если уж в крайнем случае, выдернуть, откуда взять Но те объекты, которые хорошие, которые достойные Они держат, так, скажем, не за высшую цену Но держат цену А бесплатный сыр, как говорится, вы сами знаете, это только бывает Да, еще давайте дальше, да? Кстати, тоже сейчас снял видеоролик, да? Вчера Решил я посмотреть там самый южный склон Там никогда в жизни не катался, да? В тупиковом местах В итоге, вчера везде погода была потрясающая На южном склоне, там такой был туман Там видимость была, не знаю, метр Очень опасно там было двигаться И очень много внизу было народу на подъемнике Поэтому я, как бы, вам не рекомендую с той стороны В итоге, я, конечно, не знаю, грузить или не грузить Потому что там на камере сначала все красиво, все классно А потом такое ощущение, как будто попало в ад Поэтому тоже, как бы, смотрите, изучайте трассы И смотрите для вас то лучшее, что дает, да? Теперь что у нас еще? Дальше, да? Вчера проехался, остановился ЖК Владимировский Владимировский, у нас жилой комплекс На данный момент уже первый, второй этаж Застеклили, сейчас третий этаж идет до работок финишный Поэтому, кто бы там что ни говорил, кто бы что ни пророчил Да, они задерживаются, да? Должны были до Нового года Думаю, скорее всего, сдадутся Скорее всего, сдадутся в мае, наверное Не знаю, посмотрим, с какой же темп у них будет В мае месяце сдадутся Но это на 7 месяцев быстрее, чем 1, 2, 3 И опять же, повторюсь, цена была по акциям за квадратный метр 25 тысяч рублей за квадратный метр Расположение у того жилого комплекса гораздо лучше Там хотя бы есть школа, там хотя бы есть детский сад Там хотя бы есть трасс Там хотя бы хороший классный вид есть Там много своих плюсов, понимаете? Поэтому, что я могу сказать? Ну, все, конечно, зависит от цены И благо в городе Сочи есть выбор Можно продать хороший объект Можно продать менее хороший объект И все Конечно, я понимаю, что которые объекты менее хорошие У них в рекламу они вкладывают очень-очень много денег И поэтому эта реклама каким-то образом появляется и все Те объекты, которые хорошие, да? Которые, они сами себя не рекламируют Им не нужно рекламировать Там квартир все меньше и меньше остается И их и сами покупают, понимаете? Без какой-либо рекламы Да, на эту тему тоже поговорили Кстати, сегодня почему-то даже посмотрел Ни у кого нету дня рождения, да? И, наверное, все-таки Все-таки, наверное, все ждали Когда же будет 8 марта Чтобы родиться на 8 марта Чтобы был двойной праздник Ну и вот Сегодня попали опять на небольшую пробочку, да? Едем мы с вами у нас на работу И тоже сегодня у нас, по идее, должны быть две сделки И сегодня мне нужно зарегистрировать Три квартиры по доверенности В общем, сегодня день довольно-таки тяжелый такой у нас И я думаю, что мы с ним справимся, да? Ну, 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 посмотрим В целом надо сделать Потому что, опять же, сегодня перед 8 марта Может быть, то ли предправочный день Потому что у нас, например, нотариусы Все сделки происходят через нотариусы У нас они могут в пятницу, в час взять просто И закрыться, и все, и не работать Поэтому сегодня постараюсь я все это доделать Ну и опять же Опять же, давайте Давайте вернемся к нашим, да? В общем, всем хорошего настроения И, наверное, очень хорошая продуктивная неделя Опять же, мужики, не забудьте поздравить своих дам Да, детей, да, девочек, бабушек, мам С праздником 8 марта И, конечно же, конечно Пусть 8 марта будет весь в цветах Пускай у вас вся жизнь будет тоже в цветах Да, не забываем поздравить Я тоже не забуду Посмотрим, как у нас будет даромать доставка цветов В общем, наверное, все будет хорошо Ну, а сейчас всем хорошего настроения Всем отличного дня С вами был Максим Компания Элитная Сочи Пока